Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня» на ЮАИ Крым в студии Фёдор Заболоцкий. Сегодня мы поговорим о футболе, Симферопольской Таврии и действительно ли футбол вне политики. Поможет в этом разобраться Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! Как сейчас обстоят дела у Симферопольской Таврии? Думаю, что стоит всё же начать именно с этого вопроса. В данный момент Таврия проходит подготовку к новому сезону. Цели стоят большие, амбициозные. По итогам сезона выйти в первую лигу. Будем стараться. Немножко усилили состав. Надеемся, что до закрытия трансферного окна ещё нас пополнят несколько игроков. И выдвигаемся к большому и светлому будущему, по крайней мере, в спортивном плане. Хотелось бы заметить, что по итогам второй лиги Симферопольская Таврия заняла четвёртое место, уступив третьему по разнице забитых и пропущенных голов. Можно ли считать данный результат успешным? Однозначно. Учитывая всю нашу хорошую жизнь, все проблемы, которые стоят перед клубом, то, что ребята заняли четвёртое место, они выложились на 120%. Спасибо команде, спасибо тренеру. Это результат супер. Тем более мы могли взять бронзу, но не хватило разницы мячей. Вы сказали, что есть какие-то проблемы у команды. Могли бы их конкретнее озвучить? Ну, в первую очередь, это финансовая проблема, которая до сих пор нету стабильного финансирования. То есть из неё вытекает проблема кадровая. То есть можно было бы и усилить и маркетинговую часть, и пресс-службу наконец-то сформировать профессиональную, дополнить тренерский штаб, например, тренером по вратарее, физиотерапевтом и прочим. Так что, собственно, вот это основные проблемы клуба. Но, надеюсь, пока клуб тянем. Спасибо неравнодушным людям. Спасибо даже городу Береславу, что он у нас есть, что Тавря может пока там базироваться и показывать очень достойный результат. Сложно ли вообще привлекать инвесторов? Очень сложно, практически нереально, но мы стараемся. У нас ещё есть такая маленькая творческая группа маркетинговая, с которой ходят болельщики. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими потенциальными партнёрами. Надеюсь, что мы подпишем с ними контракты, и будет неплохо. В Тавре появятся первые партнёры. А какое место болельщики вообще занимают в системе всего клуба? Ну, болельщиками ведётся сайт футбольного клуба. Занимаемся маркетинговой частью. Естественно, мы постоянно взаимодействуем с руководством по разным вопросам. Общаемся, то есть принимаем непосредственное участие в жизни клуба. В Тавре, собственно, процесс возрождения клуба начали болельщики, потому без болельщиков никак. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, ведёте сайт вашего клуба. Есть ещё футбольная федерация Крыма, где также можно увидеть новости. То есть сейчас федерация футбола Крыма – это только Таврия-Симферополь? Или же есть какие-то другие клубы, есть какие-то турниры, которые организует федерация футбола Крыма? Что касается клуба, да, в федерацию футбола Крыма входит один клуб, это Таврия-Симферополь. Его, скажем так, в нашей ситуации вполне достаточно, работы с ним. Что касается турнира, то каждое лето уже сейчас будет третий раз проводиться кубок федераций, детский турнир под эгидой федерации футбола Крыма. Также два раза уже зимой проводился в турнир открытый кубок федерации футбола Крыма. Оба турнира проходят в Ферсоне, так что такие вот турниры постоянно проходят под эгидой федерации. А финансирование футбольной федерации Крыма происходит из футбольной федерации Украины или же бюджет Симферопольской Таврии один и тот же? Нет, такого нельзя делать. Это коррупция была бы, если бюджеты федерации были, федерация отдельная, клуб отдельная, естественно. Ну, так же, как и федерация футбола Крыма в том числе финансирует деньги с федерацией помощи, с федерацией футбола Украины и, конечно же, от частных набойдужих людей. На данный момент было уже сделано несколько усилений футбольным клубом Таврия. Как правило, это свободные агенты или же вы подписываете уже за финансовые средства? Да, пока что это свободные агенты. Других игроков мы позволить не можем, но в целом такая ситуация по второй лиге. То есть туда они покупают футболистов, как правило, дорогих за деньги. Так что подписываем свободных агентов, тех, что мы можем себе позволить. Но, естественно, людей, которые могут играть в футбол, которые могут показывать результат. То есть в составе есть и аматоры, те, кто, так сказать, играли постоянно во дворе, на улице и никогда не занимались профессионально футболом? Ну, грубо говоря, да. Есть и ребята, которые выросли вместе в возрожденной Таврии из аматорского футбола, подняли свой уровень и очень достойно играют на уровне второй лиги и играли бы, я думаю, что и в первой. А появились ли на данное время футболисты непосредственно из оккупированного Крыма? Помню, год назад вы были у нас в студии, на тот момент не было никого из Крыма. Сейчас ситуация изменилась? Да, сейчас у нас на стадии подписания один такой футболист. Он ранее играл за Таврию, за юношескую, потом он выступал в чемпионате Крыма. Как я ранее говорил, что нам надо все равно, если парень молодой, у него не было никакой, так скажем, ватной позиции, и можно его привлекать в клуб и, в принципе, помочь ему вырасти из того болота, где он находился. И также мы сейчас подписали вратаря, который тоже играл, тоже когда-то выступал за Ю-16, Таврия Ю-16 еще до 2014 года. Но, правда, он не крымчанин, он николаевец. А следите за так называемой Крымской Федерацией футбола или же это так спонтанно, что вы вышли на этого футболиста? Ну, это больше тренер, он проводил селекционную работу. То есть за чемпионатом Крыма особо не следим, потому что, ну, собственно, там незачем следить. Но так, если новости попадаются в ленте Фейсбука, то иногда открываешь. Потому что там бывают достаточно такие провокационные или какие-то там смешные заголовки, это можно потом обсудить. Но так, чтобы следить, нет. Вернемся к Крымской Федерации футбола. Сейчас на базе этой Федерации только Таврия-Симферополь. Другие футбольные клубы собираются. Федерация футбола здесь возобновить. Такие, как Севастополь, Крым-Теплица. Ну, пока что не в ближайшем будущем. И, наверное, это, скорее всего, уже будет только, когда мы вернем контроль над полуостровом. Потому что, в принципе, сейчас один футбольный клуб «Таврия». Этот футбольный клуб, то есть на него тратится достаточно много сил и средств. Средств на другие клубы, естественно, ни у кого нет. В планах я уже второй год говорю, что создать академию футбольную, где смогут заниматься дети из оккупированного Крыма и постепенно вырастать и становиться либо футболистами «Таврия», либо какого-то другого клуба Украины. Но помимо детей из оккупированного Крыма, также будете и детей из подконтрольной Украины территории также привлекать? Ну, конечно, естественно. Если академия будет в городе Береслав, то, конечно, надо из Береслава, тем более город Береслав дал нам капитана команды и лучшего бомбардира прошлого чемпионата, позапрошлого в Аматорсков. То есть, конечно, будут заниматься и местные дети, и крымские. Футбол вне политики или же тесно связанный с политиком, по вашему мнению? Футбол тесно связан с политикой, он идет бок о бок с политикой. Это же мы видели в течение всего чемпионата мира, то есть, когда Россия пыталась из страны, из Гоя поднять свой политический имидж. То есть, футбол, безусловно, политика, хоть и футбольные чиновники высокого уровня кривят душой и говорят, что это не так. Стоит также вспомнить, что фанаты футбольного клуба «Таврия», будучи еще в Симферополе, поддержали позицию Евромайдана непосредственно. Тогдашний президент футбольного клуба «Таврия» Могилев, он заявил о том, что вы не участвуете в данных акциях и что это приезжие из Западной Украины. Действительно ли ультра «Таврии» поддерживали Евромайдан или это были приезжие люди? Нет, ну действительно, это были ультра «Таврии», это была наша гражданская позиция, мы не могли остаться в стране от событий, которые проходили в нашей стране. И тем более люди, которые выходили на Евромайдан в Симферополе, то есть им нужна была защита, мы это умели хорошо делать, потому, безусловно... Были ли какие-то в дальнейшем репрессии на данных футболистов или же нет? На болельщиков. Да, 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 на болельщиков. Ну, да, конечно, сразу за этим последовали репрессионные механизмы, то есть уже там ребята занимались в спортзале, к ним приехало маски-шоу, всех забрали, отвезли в РУВД, там пофотографировали, и что примечательно, потом в троллейбусах и на табло и раздавали в городе листовки с надписью «Осторожно, Евровандалы» и с лицами парней. Ну, также ходили по институтам, по домам, то есть, безусловно, власть сопротивлялась. После оккупации многие ли болельщики переехали на материковую Украину? Да, достаточно много переехало, достаточно много молодежи, таких людей, людей-бизнесменов и всяких людей, которые до сих пор… Сейчас, наверное, в каждый город, который Таврия, они приезжают, кто-то приходит, кто-то там живет и приходит на матч Таврии. А на восток Украины ходили ли воевать ребята? Ну, до сих пор воюют. То есть до сих пор есть? Много ребят было в первую волну добровольцами пошли, это в батальонах АЗОВ, в морскую пехоту и прочие, в Донбасс и прочие батальоны. И сейчас до сих пор несут службу в сбройных силах Украины. Да, кроме этого, фанаты Таврии также активно поддерживают политзаключенных. Хотелось бы вспомнить, как у вас была футболка «Крым-Украина», вот данная футболка, а на задней, на спине было 4 и балух. Прокомментируйте, в чем смысл был? Да, было и Сенцов 20, посвященное другим политзаключенных. Но смысл в том, что мы все, это наши земляки, это люди, на месте которых мог бы оказаться каждый из нас. И, в принципе, такая поддержка нужна, чтобы их не забывали. То есть, потому была выпущена ограниченная серия таких футболок, и она так быстро распространилась. Не так давно вы поддержали акцию в поддержку Олега Сенцова на стадионе «Олимпийский». Предлагаю посмотреть, как это было. «Олимпийский» 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 ОМС, 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 ОМС. Сколько людей присутствовало на данной акции, известно ли вам? Ну, мы не считали, но судя по оценкам, по размерам секторов и прочего, то есть около тысячи людей было по-любому. Как возникла идея проведения данной акции и почему именно на Олимпийском? Ну, идея вышла, ребята с Вавилон-13, творческой студии, предложили нам провести такую акцию. Мы, конечно же, ее поддержали, начали искать варианты, как договориться со стадионом, договорились. Собственно, какой вопрос? Трудности какие были? Ну, трудности организации, это очень большая массовая акция, потому надо было собрать людей, все им правильно раздать, проконтролировать, руководить. Но тут спасибо, что еще акцию поддержали ребята с национального корпуса и очень, знаете, так, очень сильно помогли. Все-таки у них дисциплина на достаточно высоком уровне, поэтому акция прошла успешно и очень ярко. Планируются ли в ближайшем будущем еще какие-то подобные акции в поддержку других политических заключенных? Да, безусловно. Мы не перестаем поддерживать политзаключенных, потому что, еще раз повторюсь, что эту проблему надо освещать, про нее надо говорить и про людей не забывать. Потому что мы не можем, например, поехать в Россию, взорвать тюрьму и всех освободить. Наше оружие, к сожалению, только слово и гласность. Потому, конечно же, будем принимать участие в акциях или проводить, если придется. Безусловно, все наши люди, земляки должны быть в Украине. Ранее вы уже упоминали чемпионат мира по футболу, который закончился не так давно. Вы смотрели данный чемпионат? Да, я болел против России на данном чемпионате. Ну и в финале я смотрел матч, конечно же, поддерживал Хорватию. Ну, насчет Хорватии. Показательным был и скандал вокруг данной сборной, где Огнин Вукоевич и Дамогой Вида позволили себе определенную на российский, так сказать, по российскому мнению наглость. Предлагаю посмотреть, что они сказали. Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину. Давай, давай! Хорватия вперед! Как вы отреагировали на подобное заявление со стороны... Ну, ребята сказали от души, и тут как бы без вопросов, что что у них было. На душе этого не сказали. Вопрос в том, что россияне или их пропаганда всегда пытается сказать, что вот мы все-таки один народ, мы братья, мы же к вам хорошо относятся, это ваши политики нас ссорят и так далее. А тут в социальных сетях двое хорватов выложило ролик, где сказали слава Украине, и у них так горит, что они не могут до сих пор остановиться. Потому мы... Спасибо хорватским ребятам за то, что мы еще раз... Для сомневающихся еще раз показали лицо всего россиян, почти всех россиян. Что еще можно сказать? А то, что их там наказали, выгонали со сборной и виду оштрафовали, ну, это сущий бред. Значит, слава России, там, к примеру, я не думаю, чтобы никому... Кого-то бы за это оштрафовали. Ну, полный... Это двуличность и полный бред. Тем не менее, так сказать, аполитическая организация FIFA не обошла данный скандал мимо. И, как вы уже сказали, да, взыскали штраф Огнену Вуковичу в размере 15 тысяч евро. И вида отделался, так сказать, только предупреждением. Однако украинцы в Фейсбуке на страничке FIFA официальной также устроили небольшую акцию, где отмечали одной звездой. Вот, и писали славу Украине. Были ли вы в числе данных людей? Ну, да, конечно. Я там прочитал об этой акции у известного блогера Антона Ходзе и тоже принял участие, отчего бы и нет. Ну, это действительно хамство и неуважение к стране. Причем тут FIFA, причем тут России, если хорваты сказали славу Украине, украинцам. К слову, на матче Англия и Швеция, который 7 июля прошел в Самаре, был вывесен очень интересный флаг. Я попрошу вывести картинку на плазму. Да, то есть вот триколор, где написано Керч. То есть вот так вот футбол не имеет никакого отношения к политике. Ну, понятно. Но это, я думаю, что приехали какие-то действительно… Где матч был? В Самаре. Ну, я думаю, что приехали какие-то местные ватники, нарисовали флаг. Это сейчас популярно. Тем не менее, реакции абсолютно никакой FIFA. Почему так происходит? Ну, FIFA знает, на что обращать внимание, знает, на что не обращать внимание. То есть… То есть, иными словами, они просто хотели выслужиться перед Россией? Я думаю, да. Просто Россия вложила очень много денег в этот чемпионат мира, поэтому, безусловно, они бы закрыли глаза на любое. Я не думаю, что это повод для штрафа. Но это примерно такой же повод, как и штрафовать Вуковича за славу Украине. То есть, можно закрыть глаза и на то, и на то. Ясно, что… Но, как мы видим, что очень это не понравилось россиянам, и они решили через FIFA надавить и наказать хорватских футболистов. Во время финала организация Pussy Riot также на 52-й минуте выбежала в милицейской форме. И они устроили акцию «Милиционер вступает в игру». На своей страничке они объяснили, что свои акции потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестах на митинги, а также восстановления политической конкуренции. На ваше мнение, правильно ли они делают, что жертвуют собой, что могут оказаться также они в СИЗО, им против них может открыться уголовное дело? Я плохо разбираюсь, но, наверное, политическая жизнь реального оппозиционера в России, хоть и таких эпатажных, как Pussy Riot, наверное, она не дает возможности где-то публично, а только надо устраивать какие-то эпатажные акции, жертвуя собой. Удивительно другое, что их КГБ хвалилось, что у них уровень безопасности нереальный, все под контролем, а мы видим, что парень и несколько девушек взяли форму полицейских, прошли на стадион, еще выбежали на поле. Ну, то есть хорошо, что не взорвали бомбу, было бы французов с хорватами реально жалко. А так, то есть мы видим такую же раслябанность, как и... Ну, в дальнейшем полицейский устроил им такое некое чтение морали, когда сказал, что жаль, что сейчас не 37-й год, то есть вывести там к стенке и тихонько расстрелять, так сказать. Так и это прослеживается, это и мысль даже по соцсетям постоянно, в Фейсбуке, в комментариях, что все россияне думают, что 37-й год может наступить не для них, а для того, кто не понравился в Фейсбуке, сосед, который шумит или поддерживает кого-то, Навального, но не наступит 37-й год для него лично, потому что взять с русских. На награждении финалистов Чемпионата мира по футболу участвовали президент России, Хорватии и Франции. Зачем это им? То есть до этого не было никогда такого опыта, чтобы президенты стояли и награждали участников финала? Ну, если честно, я раньше не знал, что это было в первый раз, потому что я, например, не знаю бразильского президента, южноафриканского. Ну, наверное, Путин за свои деньги, он же купил для себя этот, для своей пропаганды, для легализации Рейха чемпионат, потому что может себе позволить вручить медали французам и хорватам. Ну что, примечательно, именно Владимир Путин вешал на шею домогой виду серебряную медаль? Не, ну, вешал и вешал, и вида ж не может ему ударить его и еще что-то сделать. Ну, повесил, что получилось. То, что у вида на уме, я думаю, что мы слышали еще тогда. Ну, кроме этого, проявление политики в футболе на прошедшем чемпионате мира было следующим. Кадыров, вечно бегающий за Салахом, как итог у Салах. Салах является теперь почетным гражданином Чечни. Галы Шакири и Гранита Джаки, футболистов сборной Швейцарии отмечены, так сказать, Орлом Албанским, за что также данные футболисты были наказаны. И тренер серебов Владимир Крастайч позволил также определенную критику в сторону судьи, что его нужно отправить в Гагу на скамью. Вот, и всех данных участников, так сказать, наказали. Вот и получается, что футбол и политика сегодня, в 2018 году, идут вровень, так сказать. Ну, да, то есть хорваты, опять же, которые сказали славу Украине, или французы, которые показали албанского орла. Швейцарцы. Ой, швейцарцы, простите. Показали албанского орла. То есть, ну, их наказывают, но зато там, когда президент FIFA дарит футболку, или президент Хорватии дарит футболку сборной, там сзади написано Путин, то это футбол, значит, вне политики, а там в политике. Ну, это двойные стандарты, ничего мы с этим поделать не можем. Спасибо большое за беседу, Олег. В студии работал Федор Заболоцкий, а в гостях у нас был вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на UI Крым в Фейсбуке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин